Приветствую вас друзья на канале саморазвитие и обучение и сегодня мы поговорим о причинах боли в руках эффективное лечение и психосоматика боль в руках в суставах рук а то и различные травмы все это довольно распространенные вещи часто люди даже не задумываются об источниках боли в руках и зря ведь эффективное лечение возможно лишь при выявлении первопричины которые скрыты в психологическом здоровье человека причины боли в руках могут быть вызваны разными факторами с которыми мы разберемся более подробно узнаем что же такое боль в руках и от чего она возникает в чем отражена психосоматика боли в руках психосоматика боли в руках что такое руки человеческие руки людские психосоматика как отрасль медицины которая не просто лечит следствия но и ищет причины возникновения заболевания в основном анализируя психологические процессы в ней руки отражают те дела которые человек не делает своей повседневной жизни и поскольку могут возникать различные проблемы в руках в каких-то частях или суставах то психосоматика боли в руках также будет различной даже местонахождение боли плечо запястья или на правой левой руке может стать определяющим фактором для постановки диагноза на основании этого и можно определить какие дела делает человек праведные или неправедные вредные или полезные другими словами все дела совершенные человеком отражаются на его руках и потому если говорить каламбуром то быть больным рукам или нет все это в руках человека все зависит от него боль в правой руке если проблемы с правой рукой то это говорит о том что человек делает что-то в своей жизни не то что нужно делает что-то вредоносное для себя или других проблемы с левой рукой а вот проблемы с левой рукой говорят о том что человек делает вроде бы и правильно делает правильные хорошие дела, но делает это не так, как нужно и не так, как надо. Возможно, он делает эти дела слишком поспешно, лишь бы сделать их. Либо он делает эти дела очень медленно, заторможенно или вовсе не доводит свои дела до конечного или нужного результата. Причины боли в руках. Полный анализ. Но и в самих руках есть разные отделы, разные части. Боль в руках возникает по разным причинам, поэтому мы сделаем подробный анализ всех ее частей. Боль в плечах. Допустим, проблемы или боли существуют в зоне плеча. Это дела фундаментальные. Длительные, основные. И эти дела могут быть связаны, например, с профессией человека, с его учебой, со строительством дома или каким-либо проектом. Другими словами, боль в плечах сигнализирует нам о проблемах в постановке или реализации дел самых важных и длительных жизни человека. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Проблемы с предплечьем. Сюда относятся промежуточные и не очень важные дела. Это дела, которые делаются не более пяти лет. Психосоматика кисти рук. Что касается проблем с кистями, то это обычные или повседневные дела. И если есть проблемы с кистями, то это и будет говорить о том, делаются дела нужные или человек делает то, что не надо. Или же делает их не так, как нужно. На кистях рук имеются особые зоны, расположенные на кончиках пальцев. Еще будучи ребенком, человек обучается и познает мир через различные игрушки. И вот через эти кончики пальцев, через подушечки, ребенок развивает различные зоны головного мозга и постигает мир. Этот процесс взаимодействия с внешним миром продолжается всю жизнь. Психосоматика кистей рук, заключающаяся в проблеме взаимодействия с этим миром, может быть в виде борода на кистях рук. Причины боли в суставах. Существуют также проблемы с суставами рук. Суставы могут воспаляться, гипертрофироваться. Причины боли в суставах в психосоматике связаны с упрямством человека, когда человек очень категоричен в своих суждениях. Порой он даже деспотичен к себе или другим людям. В чем может выражаться упрямство человека? Это когда он не хочет измениться, не хочет работать над собой, чтобы измениться в лучшую сторону. Эффективное лечение при боли в суставах будут происходить лишь с момента осознания человека причины и, что немаловажно, принятия ее, и лишь после этого возможно изменение поведения. В боль в плечевых суставах. Мы уже рассматривали разные части рук, поэтому если боль в плечевых суставах, то это говорит о том, что человек упрямо делает что-то длительное время и эти дела ему пользу не приносят, а приносят вред. Допустим, человек работает на своей работе и работает там монотонно, без любви к своей работе, не внося что-то новое в свою работу. Да еще и плохо относится к тем, с кем общается по работе, критикует начальством и недоволенным. Это пример. Думается, что те люди, которые долгое время работают над созданием нового оружия или просто какого-либо оружия, будут иметь проблемы с суставами как рук, так и ног. Дела человека не должны приносить вред другим людям. Это главный закон. Закон не навреди. Боли в предплечье. Проблемы в суставах от локтя до кистей, отображают прошлые события, дела связанные с продолжительностью до 5 лет. Возможно, вы не уверены в себе, в своих творческих и профессиональных способностях. Если боль в предплечье возникает при определенном движении рук, жести, то постарайтесь понять, для какой ситуации он характерен, после какого сильного потрясения он возник. А кисти и суставы пальцев – это повседневные дела. А потому каждый человек может быть как здоровым, так и больным. Потому что выбор всегда за самим человеком. Человеку нужно знать, что все причины боли в руках исходят от его дел. Ожоги, травмы, проблемы в суставах – все это дела повседневные или длительные, по времени. Если дела совершаются благие, идущие на пользу человеку и другим людям, дела, делающиеся с любовью, дела, способствующие эволюции и развитию человека, тогда и проблем с руками не будет. Всем пока, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok